Мы готовы представить Наталью Трофименко, заместителя директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Наталья, ну сегодня будем обсуждать очень важную тему и хотелось бы в первую очередь спросить, действительно ли ситуация сейчас критична? Ну, нужно отметить, что, конечно, режим самоизоляции, он для нашего города, для нашего солнечного южного города весьма непривычен. Люди привыкли гулять и стены тяжело давят через стены на людей. Но, однако, нужно отметить, что все-таки мы как региональный оператор стараемся даже в условиях пандемии соблюдать чистоту в нашем городе. Мы увеличили количество вывозов мусора и пытаемся всеми силами, чтобы наша цветущая Ялта оставалась чистой, прекрасной. То есть, грубо говоря, работа коммунальных служб, она нисколько не изменилась, и они так же, как и ранее, вывозят бытовой мусор, утилизируют его? Конечно, мы понимаем всю ответственность, которая, в частности, сейчас на нашей компании, как на мусоровывозящей. И мы подходим должным образом к исполнению наших трудовых обязанностей и просим жителей нашего города, а также лиц, которые временно пребывают в условиях самоизоляции, соблюдать чистоту и все-таки доносить ваши бытовые отходы до мусорных площадок. А вот такой вот деликатный вопрос. А количество мусора изменилось или оно осталось на прежнем уровне, больше или меньше? Вы знаете, мы анализировали эту проблему, причем даже не мы анализировали, не только мы анализировали, если точнее сказать, но и наши коллеги. И мы пришли к выводу, что мусор, который у нас вырабатывает население, он даже немного увеличился. Мусор именно тот, который у нас предприятия производят, он сократился, а от населения мусор увеличился. А с чем это связано? С чем вы связываете? Ну, я думаю, это именно связано с режимом самоизоляции. Люди больше сидят дома. Многие люди решили перебрать свои шкафчики, посмотреть, навести чистоту, навести порядок. Больше, может быть, стали готовить каких-то вкусняшек. Детки питаются дома, все питаются дома. И выносятся, соответственно, мусор на контейнерные площадки. Вот считаем, что с этим именно связано. Действительно. Но с другой стороны, вот тот факт, что улицы Ялты стали свободнее, скажем, облегчает работу коммунальных служб? Хоть как-то? Частично да. Поскольку более свободен проезд. В нашем городе, поскольку дороги очень узкие, есть места, где проехать мусоровозу весьма проблематично. Даже мусоровозу, который маленького объема. Но сейчас вот именно таких случаев, когда блокируется подъезд города все меньше, кроме мусорной контейнерной площадки, становится все меньше и меньше. Наталья, в первую очередь от всей телерадиокомпании Крым я хочу поблагодарить вас и ваших коллег за то, что вы, несмотря на такие сложные условия, эпидемические и вообще напряженную атмосферу в социуме, работаете, выполняете столь важное дело. Большое вам спасибо. И спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру сегодня.